В Российской Федерации сегодня ночью нанесла массированный ракетный удар по Одесской области. Детальнее об этом и о ситуации в регионе поговорим со спикером Одесской областной военной администрации Сергеем Брачуком. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Расскажите об обстрелах сегодня ночью. По каким населенным пунктам российская армия наносила удары? Действительно, у нас все эти дни возросла интенсивность ракетных обстрелов. В субботу был прилет. Тогда ракета Х-101, довольно высокоточная ракета, такая же, как «Калибр». А «Калибр» буквально через несколько секунд прилетела в один из складов одной из компаний, торгующих деревом. И был очень большой пожар. Площадь возгорания была тысячей квадратных метров. Ну и сегодня ночью уже семь ракет было выпущено со стороны Черного моря. Ракеты морского базирования типа «Калибр». Почему я вспоминаю уже «Калибр»? Семь ракет прилетели в Одесский район, Одесская область, в мирный поселок. Одну ракету удалось сбить нашим силам противовоздушной обороны. И вот шесть прилетели именно в мирный поселок и угрожали мирным людям. По большой случайности и по воле Божьей, наверное, пострадавших у нас всего шесть человек отделались легкими ранениями. Однако раскрушены полностью два дома, несколько домов, тоже получили серьезные повреждения. Хозяйственные постройки получили повреждения школа, получила повреждения и дом культуры, несколько машин. То есть и маленький ребенок, самое главное, пострадал несколько месяцев ребенку. Слава Богу, все живы, здоровы. Была моментально оказана медицинская помощь. Площадь возгорания после возникших пожаров примерно была где-то 300 квадратных метров. Потом еще в течение дня у нас уже два раза звучал сигнал воздушной тревоги. То есть понимаем прекрасно, что в любой момент может прилететь. Знаем, почему враг организирует, знаем, почему пытается давить на мирное население. Страна-агрессор, страна-террорист по-другому себя и не ведет. Более того, как всегда, цинично заявляют о том, что вот этот ракетный массированный удар по Одессине, он был нанесен якобы по базе хранения боеприпасов для вооружения, которое поступает из Соединенных Штатов и Европы. Об этом заявило Министерство позора на болотах, так называемое Министерство обороны Российской Федерации. То есть сожженные украинские хаты в Одессе, в Одесской области, это и есть и самое хранилище с боевыми вооружениями. Сергей, ну семь ракет, это очень много такого типа. Плюс они, я как я понимаю, это был удар под прикрытием, да, как накануне ракеты типа «Ха». То есть они же конкретно стреляли куда-то. Это не случайно попали куда-то, куда они хотели. Да, вот эту картинку мы и показывали, когда сравнивали скриншот с объявлением Министерства обороны Российской Федерации. О том, что вот видите, вот эта база, это хранилось вооружение. Это украинские хаты Одесской области. Ночь, ночь июля 2022 года. Так вот, что касается точности ракет, я уже упоминал субботнюю ракету, субботний прилет «Ха-101» и «Калибр», они довольно близки по тактико-техническим характеристикам. Мы говорим о более высокой точности, чем те советские ракеты другого калибра, которые есть у Российской Федерации. То есть точно целились, точно знали, что будут стрелять по мирным людям, что будут убивать мирных людей. Еще раз скажу просто, ну большое чудо. Действительно, что у нас есть просто пострадавшие. Люди, конечно, потеряли материально очень много, но главное живо. Это самое главное. Естественно, работает комиссия, которая уже оценивает тот урон, который нанесен этим зданием. Я же сказал, что два дома частных полностью разрушены. Приняты все меры, все департаменты областного военного администрации над этим работают, чтобы у людей был сейчас социальный пакет, у людей было крыша над головой. Ну и все последующие вопросы тоже решались. То есть у нас, понятное дело, на военных рейсах уже есть определенный алгоритм действий, поэтому работаем и трудимся. Сергей, вы говорили о том, что участились ракетные удары по Одессине. В принципе, все приграниченные с временно оккупированными территориями области страдают от интенсивных ракетных ударов. Но, по вашему мнению, почему обстрелы Одессы стали чаще? Ну, тут момент, прежде всего, я уже сказал, физического, психологического воздействия на мирное население, чтобы у людей появился страх, страх, который работает на негативные эмоции, так или иначе, расшатывание ситуации, чтобы люди боялись, чтобы люди понимали, что российская армия их может достать в любой точке нашей страны, тем более области. Создать панические настроения. Но паники у нас нет, слава богу. Понимаем прекрасно, что война, понимаем, что враг сегодня атакует не только наши мирные поселки. Враг сегодня пытается атаковать и наш урожай, который Одессина сегодня собирает, потому что у нас уже более 40% площадей обмолочено зерна, средняя урожайность около 23 центнеров с гектара. То есть, понятно, это не рекордный прошлый мирный год, тем не менее, это тот урожай, который позволяет сегодня говорить о том, что Одесса, Одесский регион, Украина будут с хлебом, будут с лукой, и у нас будет урожай, который можно будет экспортировать, в том числе и за рубеж. А это ресурсы, это ресурсы для вооруженных сил, для продолжения борьбы, ну и, естественно, для нашей победы и наступления долгожданного мира. Вы говорите о том, что Российская Федерация, в том числе, прицельно бьет по полям с урожаем. Есть информация, может быть, приблизительная, о том, сколько гектаров полей пострадали от ракетных ударов? Мы сегодня не будем об этом говорить, чтобы не давать любую информацию врагу, но вот такая тенденция есть. Но наши аграрии все равно с этим справятся. Мы тут, откровенно говоря, называем аграрный фронт вторым фронтом, в отличие от того, который нам прогнозировали со стороны непризнанного Приднестровья. Там точно ситуация под контролем. Уважаем аграриям, я думаю, что все сами поклонятся. Сергей, у нас немножко сейчас проблемы со связью. Мы надеемся, что... Сергей, а вы наслышите? Нет, пока связи нет. А, он... Я слышу. Связь есть, сейчас выведем. Ага. Сергей, скажите, вот вы говорили о том, что такие ракетные удары по Овещанию — это терроризм, да? А если говорить о другом формате терроризма, да, или даже вообще другом формате деятельности, какая ситуация с диверсионно-разведывательными группами в Одессе и на Одессине? Они активизированы, их ловят или, наоборот, успокоили сейчас? Ну, вы должны понимать, что контрдиверсионная работа, она проводится 24 на 7, мне кажется, даже 25 на 8, потому что не прекращается. Есть задержанные люди, вот возвращаясь к субботнему обстрелу, четверых задержали, которые снимали прилет, снимали последствия этого ракетного удара, в телефонах нашли адреса и телефонные книжки, которые связывали этих людей с Российской Федерацией. И такое происходит практически каждый день. Что касается диверсионно-разведывательных групп, то понятно, что все эти ситуации отрабатываются, есть определенная оперативная наработка, оперативная информация, пока обо всем нельзя говорить, тем не менее задерживаются в том числе и корректировщики вражеского огня, и наши спецслужбы надо их тоже отдать, потому что работают над этим, не покладая рук. Сергей, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким вчера сообщил о том, что Николаевщина будет выплачивать по 100 долларов за каждого пойманного наводчика, имеется в виду того человека, который наводит ракеты армии Российской Федерации на мирные украинские города. Есть ли и будет ли подобная инициатива на Одессане? Я думаю, что Одесситы, во-первых, сами способны справиться с такой задачей, это самое главное, как и наши спецслужбы, но в случае необходимости наши Одесситы и сами могут доплатить тем людям, которые таких предателей будут выявлять. безопасность стоит дорогого, но я думаю, что мы справимся в этой ситуации. Я вам скажу больше, активизировались вчера дроны вражеские перед обстрелом, и Одесситы сообщают о том, что наблюдают. Так что мы справимся, это правда. Позвольте уточнение, а тех четырех задержанных в субботу, кто эти люди? Это местные? Да, к сожалению, это представители, это граждане Украины, это люди, которые проживают в Одессе. Дальше пока большего сказать не могу. Последний вопрос напоследок. Несмотря на то, что регулярно просят на Одессане не ходить на пляжи местное население, люди все равно идут к морю. Скажите, будет ли инициироваться ужесточение наказания за выход на пляж и купание в море? Ну, я думаю, что тут, как показало время, особенно военное положение, что необходимо на законодательном уровне определенные моменты отработать. Пока работаем в рамках тех законодательных актов, которые есть, конечно же, проводится и профилактическая работа. Особенно я благодарен тем одесситам, которые тоже в этой работе участвуют, общаются с теми, я не знаю, недобросовестными, давайте так назову, помягчей людьми, которые пытаются выйти на пляж, покупаться в море и объясняют им ситуацию. Я надеюсь, что все-таки со временем, и опять-таки интенсивность посещения моря, на мой взгляд, все-таки у людей стала ниже, потому что мы говорим не только о минно-взрывной безопасности, мы говорим о том, что вот ракетный удар, интенсивность возросла. Таких атак и ракеты, которые будут сбиваться нашими силами противовоздушной обороны, они разрываются в воздухе, большое скопление людей, множество осколков, мы понимаем, к какой ситуации это все может привести. Я надеюсь, что люди все-таки уже окончательно осознают, что идет война, война жестокая, война не на жизнь, а на смерть. Сергей, спасибо вам большое за разговор. Это был Сергей Брачук, спикер Одесской областной военной администрации, с которым мы поговорили о ночных обстрелах Одессины и о ситуации в регионе.